Всем привет! Давненько мы ничего не слышали о втором сезоне Ведьмака, но честно говоря, с такими новостями, как приходят в последние дни, лучше бы, наверное, не слышали и дальше. Потому что безумцы, которые все последнее время без перерыва набрасывались на Джину Карана, теперь перекинулись уже и на Генри Кавилла, требуя уволить его из Ведьмака и взять вместо британского актера другого исполнителя роли Белого Волка. Вы, кстати, будете смеяться, когда узнаете кого. А впрочем, помимо воплей бесноватых, сегодня нам есть что рассказать о продолжении сериала, о том, что сейчас снимают, когда закончится работа, как Netflix планирует расширять вселенную и так далее. Кому интересно, оставайтесь с нами. Но все же мы начнем с Генри Кавилла. Вы, я думаю, все уже прекрасно знаете, что происходило в последнее время вокруг Джины Карана, как актриса попала в настоящую опалу к Диснею, а также толпам хейтеров, пытающихся ее отменить, выражаясь их языком. И как это возымело успех, ведь Карана на самом деле выгнали из сериала «Мандалорец» и закрыли двери в любые проекты Диснея или Лукасфильм. Ну, мы-то с вами понимаем, что для профессиональных троллей постоянно нужен новый источник, на который можно изливать свою злобу. Поэтому они раскопали тот факт, что 10 лет назад исполнитель роли Белого Волка в сериале «Ведьмак» Генри Кавилл, видите ли, встречался с Джиной Карана. А значит, его теперь тоже можно назначить исчадием ада. Ну, про умственные способности таких особо одаренных, конечно, долго говорить нечего, и пытаться рационально понять, каким образом отношения десятилетней давности влияют на Генри Кавилла здесь и сейчас, даже не стоит. Но, видите ли, психованные не успокоились и развернули в Твиттере не только целую кампанию против Генри, но еще и обратились в Netflix с требованием уволить актера из сериала «Ведьмак». Причем я не удивлюсь, если в ближайшее время кто-нибудь еще и петицию состряпает. И да, понятно, что все это вой ущербных людей, и вряд ли Netflix хоть как-то будет на это реагировать, равно как и представители Генри или он сам, но при этом данный прецедент сам по себе не слишком веселый. Ведь он запускает с собой процессы, которые ничем хорошим не заканчиваются. К примеру, с той же Джиной было похоже, сперва тоже никто не верил и даже подумать не мог, что и исполнительница одной из главных ролей сериала «Мандалорец» может в принципе как-то там пострадать из-за каких-то твитов. Но сперва на Корана набросились один раз, потом второй, затем третий, а потом и глядишь, мышиный дом выгоняет актрису из сериала «Мандалорец». Так что тот бред, который творится в данное время вокруг Генри, не несет ему, конечно, какой-то угрозы прямо здесь и сейчас, но при этом вреден сам по себе как факт. Мне вот прям интересно, в Netflix вообще хоть как-то на все это намерены реагировать, или они просто дадут самым буйным перебеситься, а сами пока что будут отмалчиваться. Кстати говоря, вам будет интересно узнать, что на замену Генри Кавилла сейчас предлагает, конечно же, Матса Миккельсона, который был в лидерах фанатских претендентов еще до начала кастинга в сериал «Ведьмак». А что смешно, что Миккельсон уже успел заменить Джонни Деппа в «Фантастических тварях», и если бы то же самое произошло с Генри Кавиллом, за датчанином, наверное, навсегда закрепился бы титул киношного штрехбрайхера. В общем, пишите все ваши мнения на данный счет в комментариях, я же хочу сказать кое-что новое и интересное по поводу развития франшизы «Ведьмак». Как вы знаете, а может кто-то пока что и нет, сериал о «Белом волке» временно потерял свою пальму первенства, как самое популярное шоу Нетфликса, уступив первому сезону шоу «Бриджертоны». И тем не менее, те показатели, что демонстрировал в свое время «Ведьмак», а напомню, что только официально за первых 4 недели его дебютный сезон посмотрели 76 миллионов семей. Кроме того, весь декабрь 2019 и январь 2020 года у Нетфликса был колоссальный рост новых подписчиков. Короче говоря, те результаты повторить очень непросто, так что, естественно, Нетфликсы не намерены расставаться с экранизацией книг Сапковского. Более того, как мы поняли уже ранее, компания намерена расширять рамки данной вселенной, хоть пока и непонятно, хорошо это или плохо. И вот сейчас мы узнаем, что в планах руководства создание как можно большего количества как сезонов самого сериала «Ведьмак», так и самых разных его ответвлений, спин-оффов, приквелов, сиквелов и так далее. Короче говоря, Нетфликс задумали создать свой ведьмачий Марвел. И, честно говоря, я даже не совсем сейчас понимаю, как нужно реагировать на данные новости. С одной стороны, много разных проектов в ведьмаче вселенной это круто, но с другой, особенно зная Нетфликс, там запросто могут уйти не туда. Да и что там далеко ходить? Если уже говоря о проекте «Происхождение крови», который вроде как должен был рассказывать зрителям историю первого Ведьмака, пришли новости, что главным персонажем шоу станет вовсе не легендарный охотник на монстров, а фа некая эльфийка, само собой еще и по законам жанра темнокожая. Так что особенно не имея первоисточника в виде книг Сапковского, хотя, как показывает первый сезон, ребяток из Нетфликс не слишком останавливает и наличие такового, но все же вообще, имея полную свободу, боюсь, как бы там Лорен Шмидт и ее подопечных не занесло, что очень даже вероятно. Впрочем, ответа на данный пока что риторический вопрос у нас все равно нет, и в ближайшее время не намечается, так что предлагаю переходить к более осязаемым новостям, касающихся второго сезона сериала «Ведьмак». Возможно, кого-то это удивит, но он все еще снимается, причем работа там кипит вовсю, и так пойдем по порядку. Еще в середине февраля нас с вами потрясли спойлеры второго сезона, которые, честно говоря, вызывают множество вопросов. Кстати, кто не хочет или боится узнать их раньше времени, мотните видео буквально на минутку вперед. Для всех же остальных скажу, что по сообщениям самого авторитетного ведьмачьего ресурса Red Onion Intelligence, Эскель, который появится во втором сезоне сериала, вместе с другими ведьмаками, Ламбертом, Коэном, Весемиром, закончит свой жизненный путь там же, я имею в виду в сезоне номер 2. Да, вы не ослышались, любимчика многих должны будут убить вскоре после его появления на наших экранах, хоть мы пока и не знаем, когда именно. Но зато нам известны даже некоторые детали, например, то, что тело ведьмака будет скормлено волкам, ведьмака – некий ритуал принадлежности к школе волка или что-то в этом роде. Конечно, сейчас поклонники сериала «Ведьмак» находятся в неком замешательстве, ведь в книгах Эскель не погибает, более того, Каэр Морхен – это довольно светлая и беззаботная строка в воспоминаниях Цири, так что зачем и для чего сценаристам понадобилось так все менять – это пока что загадка. Как и то, как именно погибнет Эскель, на этот счет, правда, есть одно предположение, ведь еще, наверное, полгода назад нам говорили, что во втором сезоне кто-то из «Ведьмаков» должен будет встретиться лицом к лицу с Лешим, и последствия этой встречи будут более чем серьезными. Возможно, этим несчастным и окажется Эскель, как считаете? А таким вот образом авторы сериала решили быть похожими на «Игру престолов», жесткими и непредсказуемыми, нам ведь говорили, что второй сезон будет куда более мрачным и серьезным, чем его предшественник. Возможно, так Лорен Шмидт и компания воплощают обещанное в жизнь. Что же, вы пока что пишите свои предположения в комментариях, ну а мы продолжаем. Как выяснилось, для второго сезона команда «Ведьмака» также снимала еще и флешбеки или воспоминания Цири о Цинтри, в которых по сообщениям инсайдеров фигурировали оба ее родителя. Происходить это должно будет в пятом, либо в восьмом, а может быть и в обоих эпизодах второго сезона. Правда, пока что по поводу того, что именно будет в данных фрагментах или того, для чего нам их собираются показывать, сведений нет. Я лично думаю, что таким образом сценарист старается исправить свои косяки прошлого сезона, когда Цинтра была показана очень отрывчисто, несистематично и запутана для многих. Может быть сейчас что-то станет на свои места, а возможно нам преподнесут и некоторые сюрпризы, которых нет в книгах Сапковского. Как вы уже могли убедиться, для авторов шоу данный факт это отнюдь не помеха. Что еще хочется отметить, так это что на протяжении всего февраля проходили очень напряженные съемки. Генри Кавилл вместе с Фреей Аллан и другими исполнителями ролей новых ведьмаков днями и ночами пропадали, снимая Кайр Морхен. К сожалению, без подробностей, но мы по крайней мере знаем, что та часть работы закончена, что сцены будут в первой половине второго сезона и что все товарищи Геральта по Школе Волка уже полностью отсняты. Это радует. Также мы узнали, что легендарный постановщик Байов, который работал, например, над Блавикеном Вольфганг Штегеман вернулся для работы над некоторыми сценами второго сезона. Скорее всего, дело будет происходить именно в Кайр Морхен, что очень интригует. А еще в феврале снимали множество чародеев и вместе с ними и Йеннифер, а также некую атаку Нильфгарда с грозными вояками в новой броне, вот они, и с осадной трибюшетой, хоть пока что и без подробностей. Так что, как видите, на протяжении второго месяца зимы работа кипела вовсю. Кстати, если вы еще не высказывались по поводу того, как вам новая броня Нильфов, то самое время сейчас сделать это в комментариях. Мы же продолжим. Ведь оказалось, что уже в самом конце февраля съемочная команда взялась за чуть ли не самую сложную работу, а именно съемки неких сверхтяжелых батальных сцен. С участием большого количества эльфов, скорее всего, по сообщениям инсайдеров, данные моменты снимались для финала второго сезона. Так что уж не знаю, какую там лютую баталию для нас заготовили, и причем тут будут эльфы, но, видимо, впереди еще много интересного. Также на площадке был замечен Истрит, а также Джои Байотти, играющий роль Яскера, так что спокойно, без Трубадура второй сезон уж точно не обойдется. А вот уже в начале марта нас ждали и новые батальные сцены. Очевидно, что во втором сезоне их будет гораздо больше, чем в первом. Надеюсь, еще что качество тоже пойдет в гору. Так вот, по последним обновлениям бой будет происходить в некой нильфгардской крепости или замке. Так что, получается, нильфы на сей раз будут выступать не в привычной для себя роли захватчиков, но наоборот, тех, кто обороняется. Для съемок этих сцен на Arbofire Studios были даже построены целые декорации, конечно, не такие грандиозные, как для восьмого сезона Игры Престолов, но будем считать, что у Ведьмака еще все впереди. Хоть есть между этими двумя постройками и нечто общее. Когда съемочная группа начинает так морочиться, вместо того, чтобы поехать и снять все уже в готовую историческую локацию, это значит лишь одно. В результате декорации будут разрушены. Так что, какой бы ни была нильфгардская твердыня, она, вероятно, всего падет. Что же, пишите в комментариях, что это может быть, по вашему мнению. Ну, а если подводить итоги, то шоураннер Ведьмака Лорен Шмидт сетует, мол, съемки второго сезона нежданно-негаданно затянулись и говорит, что до конца марта месяца процесс уж точно должен будет завершиться. Так что, прямо сейчас идет, так скажем, финальная часть, после чего вся работа перейдет в студии, поэтому очень скоро мы больше ничего не сможем подсмотреть и останется лишь ждать выхода обещанных промо. Если же вы не хотите пропустить ничего интересного, связанного с Ведьмаком и не только, прямо сейчас подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, так всегда будете оставаться в курсе. А еще пишите ваши комментарии, ставьте лайки и делитесь этим видосом. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и всем пока. Продолжение следует...